Одна из государственных программ, направленная на повышение потенциала сельского населения Аула Манате. Для ее реализации в Алматинской области выделено 8 миллиардов 300 миллионов тенге. На сегодня в регионе субсидированием воспользовались более тысячи граждан. Большая часть из них занимается животноводством. Подробнее в материале нашего корреспондента. Жительница села Ахшим Мольдер Тургаева получила субсидию в рамках проекта Аула Манате. Мать четверых детей подала документы на финансирование еще в прошлом году. Кредит по льготной ставке в размере 8 миллионов тенге женщине выдали в начале текущего года. Половину этой суммы предпринимательница потратила на закуп кормов. А на оставшуюся часть приобрела несколько голов крупнорогатого скота. Наш народ издревле занимается животноводством, поэтому мы приобрели крупнорогатый скот, а заодно корма и сено. В наших планах расширяться в направлении мясного и молочного производства. Поэтому мы с супругом посоветовались, ознакомились с программой Аула Манате и пришли к такому решению. Сегодня молоко продаем соседям и занимаемся сбытом молочной продукции в местных магазинах. Гаманбек Бабаш на протяжении 10 лет держит верблюжье хозяйство. Разведением ойслокаринской породы кораблей пустыни фермер начал заниматься в 2014 году. Узнав о программе Аула Манате, решил воспользоваться ею и за счет полученных средств расширить свое хозяйство. Сдав в упрощенном виде все необходимые документы, я в прошлом году получил кредит в размере 7,5 миллионов тенге. На эти средства купил 5 голов верблюдов. Верблюжье хозяйство довольно выгодное дело. В дальнейшем намерен увеличить поголовье животных. Благо идей и планов у меня достаточно. В селе Акши Куртинского сельского округа Ильинского района проживает около 6 тысяч человек. Порядка 100 из них имеют собственное крестьянское хозяйство. С начала года 43 человека изъявили желание участвовать в программе Аула Манате. В прошлом году заявки на участие в программе Аула Манате подавали 50 человек. Из них 40 сельчан уже получили кредиты и, как говорится, улучшили условия своего бизнеса. В прошлом году большинство участников государственной программы намеревались увеличить поголовье овец. В нынешнем особое внимание уделяется хозяйству молочного направления, уверяют представители местного исполнительного органа.